Привет, это Савронов! И перед тем, как тратить свои деньги на игрушки, мне хотелось бы знать, оно вообще вам надо или нет. Поэтому я решил делать такие небольшие анонсы-разговорные видео, понимать, вам интересно или не интересно, ставим лайки, не ставим лайки. Сегодня говорим про вот такие игрушки. Это новиночка от Hatchimals Pixies. И мне интересно посмотреть на них вот пока на фото, а потом уже понять, заказывать их для обзора или нет. Вы можете тоже тут обсудить. Мы, в принципе, про них много узнаем. Если вам достаточно будет вот этой информации, то отлично. Как бы можете тоже поставить лайк и ждать, когда они появятся в магазинах. Если вы хотите уже большой обзор, посмотреть там, как они сделаны, так ли, как заявлено все здесь, окей, то тогда пишите в комментариях, ставьте лайки, там делитесь этим видео, как обычно. А мы начинаем. Моя задача такая, чтобы рассказать про игрушки. Это моя, можно сказать, работа, это мое хобби. Рассказывать людям про игрушки и узнавать что-то новое, интересное. Потому что это, я считаю, важно. Это интересная индустрия, в которой очень много всего крутого. В том числе вот различные Hatchimals, которые есть очень классные. Это есть, вы знаете, Hatchimals, ну, пингвины, всякие вот такие различные вот эти зверята. У меня были обзоры практически на всех, даже на тех, которые у нас там не всегда продавались. И, в общем, эксклюзивы я показывал и интерактивных питомцев, и в том числе наборы и яйца, и всякие такие штуки, в общем, где просто фигурки. Ну, а сейчас мода, видимо, на куколок после лолов и после вообще, в принципе, моды на куколок, как ни крути. И они выпускают, вот сейчас в этом году, выпускают и уже выпустили. Пока до нас еще не докатилось, если этот ролик не выходит с задержкой, с какой-нибудь адской, то они в магазинах на полках. Это куколки в мире Hatchimals. У них там есть какой-то некий свой мир, и эти куколки там в нем существуют. И, значит, вот мы видим, что они уже даже в Walmart, в магазине в американском, есть в продаже по 9.97. То есть, ну, у нас умножаем на 2, а то и на 3, но в целом они недорогие совсем. То есть, надо понимать, что это прям дешево. Ну, как стоят какие-нибудь Hairdorbles или какой-нибудь LOL для них. Стоит это недорого, а для нас это будет стоить, значит, у нас они в 2-3 тысячи будут стоить. Вот такие дела. Ну, 2,5, мне кажется, на старте продаж, потом до тысячи-полутора упадут вот так. Ну, вначале будет примерно такая цена, и предсказываю, интересно. Будут такие стендики, в общем, там типа феи, феи, мир, хэтчитопия, как-то она там называется. Или хэтчиполис, что-то типа того. И вот там будет у них мир, в котором будут жить вот эти феи. Но тема с феями настолько избит, мне кажется, что как бы оно и не надо никому. С другой стороны, у них типа классный вид, они все будут блестящие, все, по-моему, будут с какими-то суперфишками. То есть они будут выглядеть как редкие лол или редкие какие-нибудь зверята, по-моему, все будут выглядеть. Вот их небольшое количество будет разных, но оно зато они все будут выглядеть типа круто. Также будет у них функция, они будут трясти своими крыльями. Правда, тут не очень видно и свои крылья, но трясти они ими будут. И как бы, ну и пускай трясут. Далее, вот у них во вкладыше, видите, такая вот хэтчитопия, карта некая, на которой разные зоны изображены этой стороны. Вот хэтчимолс, это логотип новый будет вот такой, с хэтчимолс и вот этот пиксис написано. Далее у нас будет такое яйцо, которое нужно будет проламывать, да, то есть хэтчимолс продолжает свою тему. Хэтчимолс, хэтчимолс, хэтчи, от вылупления, короче, вот это вот все от вылупления. И феи тоже вылупляются из яйца. Мне интересно, конечно, кто их как откладывает, эти яйца. Это неужели феи размножаются откладыванием яиц? Это выглядит, наверное, хотя не менее жутко, чем рождение человека, но откладывание яиц феями такое себе. Потому что они гуманоиды, да, ну чисто две руки, две ноги, голова, то есть они человекообразные. Но как они появляются в яйцах, загадка. Там такой мир у них, конечно, очень, очень, очень много тайны различных. И вот такая будет, значит, комплектация там у нас после того, как мы это яйцо раскурочим, значит, внутри будет некий вот цветок, да, дальше будет такая площадочка, стендик небольшой, чтобы эту фею можно было посадить. И вот сама фея, еще два аксессуара и один еще аксессуар, который на нее можно нацепить. А, и еще, чуть позже, ну сейчас, об этом чуть позже, в общем. Ну вот такая вот получается комплектация после того, как вы ее раскурочили, разорвали, разгрызли, сделали что-то хотите с этим, с этой капсулой. В общем, один раз ее использовали, и все, и хватит, и у вас только кукла осталась. Вот эта коллекция, видите, они все с блестящими волосами, то есть они типа все супер-пупер-упер-дупер, супер-модные, классные. И как бы вам не нужно искать какую-то супер-эксклюзивную будет здесь. Здесь типа взяли и купили, да, такой подход у них, что сразу у вас все блестит. Блестки будут сыпаться или нет, это, конечно, вот интересно в обзоре посмотреть, но это как вам будет угодно. Далее, вот у них есть такая функция, то есть у них будет аксессуар, ну, с каждой один, там, который можно дать в руки. Но и можно эти у них отнять, у одной дать другой, у другой дать одной. В общем, вы понимаете, что можно, у них, видите, у них хваталочка. Есть интересы совместимы, а ли они с лего аксессуарами. Уж больно рука похожа на совместимую часть. Вот видите, вот эта вот маленькая часть, вот здесь вот, она ведь такая небольшая, как лего-ручка. То есть можно будет, видимо, ее как-то, может быть, не знаю, это мои догадки, но было бы прикольно. Тогда можно было бы много аксессуаров туда добавить. Вот это с выставки. То есть тут будут не только обручи, с некоторыми будут еще, вот, например, и маска. Но это с выставки, поэтому это еще не точно. На выставку, когда приносят финальные образцы, когда нет. Фотка с выставки вот такая вот. Далее. Ну, тут, собственно, мы видим уже непосредственно, как будет выглядеть упаковка. То есть сама упаковка в виде яйца. И еще яйцо в яйце. А еще в яйце уже фейца. Фея, в смысле, да. Да, дальше тут... А, тут будет делиться на первую и вторую серию. Это вот, по-моему, первая серия. Первая серия, ну, тут плохо видно. Ну, можете видеть. То есть здесь вот эти... Хотя, кстати, смотрите, верхняя часть яйца как будто снимается. Хотя мы видели, что она разламывается. И мне кажется, все-таки она разламывается изначально. Вот. Ну, опять же, это если только в ролике посмотреть будет, можно будет. Видите, два аксессуара. У каждой по два каких-то аксессуара. Их можно даже вот вдвоем посадить в одну... В одну эту... В один этот цветок. Это похоже, кстати, на цветок, а не на скорлупку. Это похоже на какой-то лотос. И я думаю, что это так и должно было быть. Не знаю, почему там лежит фигурка маленькая Хэтчимуса. Там идет в комплекте он или нет. Не знаю. Есть также и еще вторая серия. Вторая серия будет. Вторая серия. То есть вначале они запустят вот этих. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кукол. А потом через какое-то время, через полгода, наверное, как обычно, или там к Новому году, если зайдет... Ну, точнее, раз они есть, то они уже будут сто пудово. Будет вторая серия. И вот еще восемь вот таких вот. Они, по-моему, не сильно отличаются. Ну, в целом они просто, мне кажется, более... Ну, если эти более какие-то волшебные, то эти более какие-то человечные. Мне так кажется. Ну, может, я ошибаюсь. Ну, вот тут есть такое крупное, отличное, супер-гуд, супер-квалити изображение. Поэтому мы можем здесь рассмотреть в целом. Но это понятно, рендер. Вот тут непонятно, как будет нога. Хорошо ли будет прокрашена, потому что... Потому что непонятно. Голова вроде как заявлена, что будет двигаться. Но мне кажется, что да, так голова двигается. А все остальное нет. Ручки, ножки не двигаются. Это печально, немного грустно. Ну, потому что, ну, детям, мне кажется, больше нравится, когда фигуркой можно играть. Когда это не просто стендовая. А тут, типа, вот она сидит. И как не хочешь, она не встанет. Надо искать такую фею, которая стоит, если вы так хотите. Еще она стоит, сидит еще и на подставке. Еще подставка стоит на подложке. А подложка лежит в яйце. Это у нас прям, знаете, это про Кащея история. Далее. Вот, видим других. О, видите, у них супер в блестках все. Мне кажется, что они будут сыпаться почему-то. Если пластиковые части не будут. Слушайте, не пойму. Яйцо вроде как выглядит как пластиковое. Может быть, внутри вот этого сверху корпуса еще один корпус. Я не очень понимаю. Или его действительно можно будет ковырять. Ну, то есть придется ковырять в любом случае. Да, вот, видим различные аксессуары. Вот это какая-то чашка. Ой, это зеркальце у феи. Ну, они еще крылья. И еще у них крылья там. То ли они на какой-то пружинке, то ли на каком-то минимум механизме. В общем, они у них трясутся. Типа, как бы они ими размахивают. И еще пару картинок. Вот такая картинка. Видите, вот можно ей корону дать. Я так понимаю, что можно, естественно, будет их и менять, эти короны. И все такое дело. И у нее, видите, она художница. Я художник. Ей куда-то можно прицепить. То есть единственные интерактивы с этой куклой три. Это корона. Это дать что-то в руку. И это крылья. То есть три интерактива. Ну, если считать еще единственную возможность раскурочить яйцо, то вот еще раскурочивание яйца. Но, в целом, за 10 баксов норм. Вот, видите, яйцо раскурочивается. Нет, все же оно, его нужно будет ломать обязательно. Верхнюю часть, нижнюю, она пластиковая, твердая, явно не получится. Вот такие вот штуковины нас ждут. Они скоро появятся в магазинах на таких стендах или просто у игрушек. И пишите в комментариях, нужно ли мне их заказать, потому что, явно, заказать будет дешевле. Или, может быть, я тогда вам расскажу, где и что. Какую-нибудь ссылку оставлю полезную, а здесь не будет ничего. Поэтому что некуда пока. Ну, наверняка где-то уже есть. Значит, в Walmart. Вот реклама Walmart'а американского. А сервисы по доставке вы сами знаете. Ну, и если вы хотите обзор посмотреть, как они сделаны, хорошо ли сделали их, или схалтурили, и вообще какая концепция подойдет или нет, то ставьте ваши лайки и пишите комментарии. Вот такие у нас будут теперь иногда еще и анонсы. То есть, у нас будут и обычные обзоры, и будут еще и реакции, и будут вот такие анонсы-мнения, обсуждения с вами. И вы, например, раньше всех, там только они появились в продаже, будете уже знать. Вам не нужно ждать, долго будет моего обзора. А сразу будет нормальное такое человеческое взрослое мнение по поводу детских игрушек, если оно вам, конечно, надо. На этом все. Друзья мои, пока. Я с вами был Сафронов. Это я, вот, а это были вы. Сейчас, подождите, я с вами попрощаюсь. Вот так сейчас я научусь, научусь, я когда-нибудь научусь это делать. Вот теперь я вот весь практически в кадре. Ждем новых Hatchimals. У них, кстати, будет много всего интересного. И интерактивные питомцы, которые я, наверное, возьму от его интерактивного питомца точно. Потому что у меня почти вся коллекция интерактивных питомцев Hatchimals есть. Они есть на канале. Если хотите ролики, ищите Сафронов Hatchimals. Наберите ее в YouTube и найдете много всего интересного. Пока, друзья мои. До встречи. Аревидерчи.